приветствую всех на канале михаил инвестиции сегодня будем разбирать крипталюта биткоин эфиру и и кэш стоит ли сейчас инвестировать и в целом что можно ожидать от этих криптовалют как локально таки глобальную картину перед тем как я начну обзор не забудь поставить лайк подписаться чтобы не пропускать новые полезные видео на текущий момент у нас сейчас идет разделение алькоинов они показывают плюс другие показывают минус сейчас рынок достаточно не уверен что же делать с учетом того что с облакой на активно печатают можно предполагать что в затиши не так уж и долго это все продлится индикатор страха и жадности сейчас на отметке 29 не особо хочет восстанавливаться и люди до сих пор еще паникуют и такой же примерный индикатор на отметке 40 у нас находится на фондовом рынке на фондовом рынке также люди сейчас опасаются дальнейшего падения вниз давайте теперь перейдем непосредственно на биткоин а именно на дневной таймфрейм и будем разбираться имеет ли смысл сейчас инвестировать деньги для того чтобы сказать что обычный цикл закончился необходимо пробить вот эту красную линию которая является для нас линии поддержки у этого всего восходящего тренда то есть иначе говоря на текущий момент пока все это всего лишь коррекция внутри восходящего тренда если мы опустимся зафиксируемся ниже то это будет говорить как раз таки о том что восходящий тренд сломлен и можем ожидать дальнейших полет вниз на недельном таймфрейме мы наблюдаем о том что мы в этот восходящий клиент уже пробили довольно хорошей свечкой сейчас сомневаемся у нас линия поддержки находится на отметке 49000 и сейчас рынок замешательстве а стоит ли дальше падать вниз или стоит все-таки под россия с учетом вот этого падения можно ожидать как раз таки и локального движения вверх по крайней мере предпримут попытку обернется ли она успехом необходимо будет понаблюдать на текущий момент у нас линия сопротивления находится примерно на отметке 54 тысячи и соответственно для того чтобы все таки мы возобновили рост нам необходимо преодолеть эту отметку протестировать и в этом случае можем ожидать на дальнейший рост сейчас намеков на то что мы будем россии пока слабый единственный намек на то что мы не хотим падать это как раз таки то что мы не опускаемся ниже 49000 и это сигнал на то что будет рост по крипто лету эфириум имеется также важная линия поддержки у всего в этого восходящего тренда и случае пробития фиксации ниже соответственно в этом случае восходящий тренд пришел конец это будет знак об этом и можно ожидать как раз таки дальнейшего падения пока мы этого не видим особого паниковать не стоит если локально рассматривать то у нас есть вот такой восходящий тренд где линия поддержки и сейчас мы видим что мы пробили и тестируем обратно эту линию поддержки мы ее сейчас не можем пробить вновь вернуться выше нее и соответственно это сигнал на то что мы упадем ниже локальная линия поддержки от которой мы сейчас отталкиваемся это районе примерно 4000 долларов то есть можно предположить что мы опять опустимся в 4000 долларов также надо иметь ввиду что эфиром сейчас достаточно сильно перегрет и надо быть осторожным потому что возможно все таки падение будет не столь маленьким а будет куда больше крипто люто и кэш стоит ли в нее инвестировать это наша главная крипта валюта на которой мы сейчас обращаем внимание которые может потенциально дать большие x и вопрос когда на текущий момент мы наблюдаем вот такую ситуацию что у нас есть вот такой тренд нисходящим мы пробили сейчас тестируем и не можем вновь вернуться в этот тренд ну или по крайней мере наоборот пробить линию сопротивления ведь нисходящий тренд должен пробиться вверх но мы наблюдаем пробить и вниз поэтому пока что можно расценивать это как ложный пробой но чем дольше мы находимся под линией поддержки соответственно тем больше шанса того что мы все-таки упадем и ближайшая зона поддержки куда в случае падения мы можем упасть это вот эта зона то есть иначе говоря примерно к ноль целом 0000 и 77 можно ли сейчас инвестирую деньги понятное дело что сейчас опасно инвестирую деньги с учетом того что цена находится ниже линии поддержки это сигнал нападения поэтому для того чтобы подстраховать себя мы дожидаемся сигнала того что будет рост а это возобновление тестирование и дальнейший полет вверх и в этом случае можно рассчитывать как раз таки на дальнейший рост пока мы находимся ниже линии поддержки понятное дело говорить о росте есть еще рано обратите внимание что на текущий момент цена с момента своих айов просела на 66 процентов что является уже хорошей ценой для того чтобы приобрести определенную часть и кэш понятное дело что не на все деньги оставляем всегда часть средств на тот случай если произойдет дальнейшее падение а в текущем случае мы видим о том что шансы на падение усилились с учетом того что мы все никак не можем вновь вернуться то есть лишний раз доказывает что это не ложный пробой и поэтому для того чтобы инвестирует деньги нам надо все-таки дождаться подтверждение того что мы падать не хотим чтобы мы выросли отопнулись полетели выше в этом случае это будет сигналом для дальнейшего роста для того чтобы еще больше уверовать себя что мы не будем падать вниз необходимо пробить вот эту зону зафиксируется выше соответственно мы пробиваем как раз таки еще линию сопротивление у этого нисходящего тренда это будет уже хорошим знаком который будет уже усиливать сигнал на рост они на падение а поэтому я считаю что сейчас инвестируете в криптовалюты и кэш сейчас конечно опасно необходимо подождать понаблюдать что же будет в целом вообще в криптовалюте лучше не использую тактику шорту лучше всегда работать со спотом просто покупать и на долгосрок потому что вы можете обжечься в целом если очень сильно глобально рассматривать весь крипто рынок он растущий и в этом растущем тренде происходит падение да есть некоторые такие криптовалюты которые скамятся и наоборот вместо того чтобы россии все падают падают и падают и потом уходит долгий затяжной боковик но если рассматривать именно какие-то хорошие криптовалюты то у них перспективе конечно всегда рост как его биткойна до происходит рост какие-то коррекции даже несмотря на то что происходит очень сильной просадки на 90 процентов все равно мы постепенно постепенно растем растем и растем то есть даже если вы получилось так что купили не по хорошей цене перед тем как произошло падение можно переждать и как раз таки в дальнейшем уже получать плюс и конечно же не забываем вот эту свечку с этой длинной тенью которая говорит нам о том что рынок должен двигаться сюда и протестировать вновь вот эту тень вот это расстояние что мы сейчас на текущий момент и наблюдаем идет некое снижение и на текущий момент шансы на падение пока больше чем шансы на рост чтобы все изменилось нам необходимо во-первых вновь вернуться а желательно конечно для того чтобы повысить шансы на рост это пробить этот канал пробить вот эту зону и в этом случае как раз такие шансы уже на рост будут больше чем на падение инвестируйте деньги с умом не спешите желаю всем профита всем до скорой встречи